Жена сделала только что в лесу с курицей. Внутри скелет есть, красота. Но это ладно, она еще не доделала, не буду показывать особо никому. Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня речь пойдет об игрушках. Хотел сказать, что сегодня у нас будет немного нестандартное видео. А потом вспомнил, что я с этой фразы начинаю почти все свои видео. Но, во всяком случае, если не начинаю, то пишу в описании. Ну, это же хорошо, что все видео нестандартные. В общем, мы сегодня поговорим об игрушках. Вернее, об игрушках, которые делает моя жена. Это видео не является коммерческим, это не реклама. Потому что, в принципе, продавать это, ну, наверное, на российском рынке точно нет смысла. Из-за цены. Цены, то есть себестоимость этих игрушек такова. Что, во-первых, это очень дорого для российского рынка. Во-вторых, оно, ну, для нас это не бизнес. Это больше такая развлекуха. Мы будем, если продавать, то я сниму отдельное видео на английском языке. Чисто на продажу. А для вас я хочу просто показать, как это делается. И вообще, в чем смысл всего этого. Ну и так далее. Посмотрите сами. Ну, а вот и виновник торжества сегодняшнего. Привет. Вот. Так что ты сейчас будешь нам рассказывать, что к чему. Потому что я не очень в этом деле. У тебя есть коллекция на данный момент игрушек. Да. Они все сделаны из шерсти. Это называется сухое валяние или фелтинг. Вот это валяется с помощью куска шерсти, овечьей обычно, и иглы. Специальные с зазубринами. И все это сделано по одной методике. Да. Вот тут есть такая хитрая кошка. Я не знаю даже на вид. Но это мы отдельно сейчас рассмотрим. Так. А каким образом вообще это проектируется? Где покупается? В общем, меня интересует все. Ну, не только меня, как я понимаю. Во-первых, каким образом это разрабатывается, дизайн? Дизайн обычно берется с головы. Вот захотела я, думаю, что мне сделать? Вот котиков у меня много, зайчиков тоже. Думаю, у меня нету слоника. Буду делать слоника. Слоник – это хорошо, да. Это мне напоминает сестра, чем не заняться. Да. Я сначала в голове продумываю, может быть, иногда на бумажке рисую, каким он должен быть. Потом начинаю обычно с головы. И уже от размера головы зависит и все остальное. Часто я в ходе уже создания непосредственно игрушки меняю что-то. Меняю положение. Допустим, он может лежать, сидеть, стоять и так далее. То есть я смотрю уже по характеру, который начинает образовываться на мордочке. И вообще с головы все начинается. Понятно. То есть получается, что это сплошная импровизация. Да, это абсолютная импровизация. То есть это не берется из каких-то готовых, там, ну, не знаю. Когда я училась, да, я брала готовые какие-то варианты. Я смотрела на других рукодельниц, как они это делают. И все равно получается по-своему. Как бы ты ни старался точную копию сделать. У меня есть одна единственная копия осталась. Это вот эта зайка. Вот она скопирована другой мастерице. Но все равно мордочка и все остальное получается свое. Как бы ты ни старался полностью скопировать. Понятно. А все остальные игрушки здесь это уже авторские? Да. Все остальное это уже чисто авторская работа. И таких двух одинаковых в мире нет, как я понимаю? Нет, абсолютно нет. А каким образом это делается? Вот если берется с нуля, например. С нуля. Значит, инструменты какие у нас? Вот есть такой ящик с инструментами. Что здесь есть? Здесь есть вот такой спонжик. Он уже такой у меня рабочий, потрепанный. И иглы. Иглы все разных размеров. Есть крученые. Вот это закрученное с зазубринами. Это уже для финиша. То есть для обработки уже, чтобы игрушка получила вот такой гладкий вид. Вот, допустим, бегемотик. Вот у него гладкая-гладкая кожа получается. Есть грубые иглы для более пушистых. Вот этот более такой пушистый, неаккуратный как бы сделан. Ну, он специально так сделан. И это грубые иглы. Есть иглы с обратным ходом, чтобы распушивать. Вот этот котенок, вот черно-белый. У него внутри белая шерсть, а снаружи черная. И чтобы белая вылезла наружу, то есть это игла с обратным ходом. То есть она вытаскивает шерсть. Вот разные такие иглы и разными инструментами все это делается. А это же надо сидеть вот и тыкать, тыкать. Сколько движений надо. Очень много тыкать, да. Ну, насколько я знаю, ты не применяешь никакие машинные дела. Очень редко. Если уж совсем что-то большое приходится делать. Но в основном нет. В основном все вручную. Ну, за последний год я не слышал никакого стука машинки. К тому же, что эти машинки там наладо дышат, они... Да, они разваливаются. Есть у меня машинка, специально заказывала из России. Вторую мой папа делал. Ну, муторное это занятие, с ними работать, честно говоря. И нету того эффекта, который получается вручную. А, допустим, вот если взять, ну, любого, вот кота, например. Да. А здесь что есть вообще в нем? Вот, если его разобрать по частям. По частям шерсть, пластиковые глаза. Так. Обычно пластиковые, либо стеклянные я делаю. И проволока внутри. Проволочный каркас, да? Да, проволочный каркас. Только в хвосте? У этого только в хвосте. Вот у обезьянки, у нее... Ой, мишка упал. Придет обратно. Придет обратно, да. Ей захочет, придет. Вот у нее все двигается. То есть у нее полностью каркас. То есть она может принять любую позу. Вот хвост тоже. Вращается голова в разные стороны. То есть любое положение может принять. И когти. А, когти. Что такое когти? Да, когти. Они сделаются из специального холодного фарфора. Я его обычно замешиваю сама. Это делается на основе крахмала. Но те, кто интересуется, могут посмотреть, все это есть в интернете. Ну, это типа холодной керамики, да? Да, это холодная керамика, да. А, что еще здесь? А вот, кстати, то, что ушло. Да. Давай-ка, моя у нее такая... Зумби-мишка. Рожа жуткая. Ну, здесь когти вообще жуткие. Да, здесь когти жуткие. Но я его специально делала на Хэллоуин. Ну, сережки. Да. Красные глаза, язык, нос и весь такой вот потрепанный мишка. Он тоже двигается. Да, он тоже весь двигается. У нее тоже каркас внутри. Для уточнения каркаса внутри из нержавейки, насколько я знаю. Из нержавеющей проволоки. И она иногда паяется, иногда просто скрепляется, да, каким-то образом. Да, просто плетется, скручивается в основном. А если нужна именно скульптура, вот как кошка, это уже паяется, да. Ну, к кошке мы сейчас вернемся еще. Давай по очереди. Что здесь еще есть такое, что... Ну, да. И, кстати, это же не игрушки, это, в общем-то... Это скульптуры, да, больше такие. Да, потому что для детей они вряд ли подойдут. Нет, для детей они не подходят. Они в основном для декорирования дома. Ну, то есть это... Для дания уюта, да. И коллекционные какие-то. Да, и коллекционные. Что еще есть вот в этом наборе, который здесь лежит? Вот из необычных, это вот последний. Он сделан шерстью альпаки. Он очень-очень мягкий. Потому что шерсть альпаки, она дорогая, но она очень мягкая и нежная. Ну, речь, если идет о дороговизне. Я почему в самом начале сказал, что я снимаю это видео не для того, чтобы там сделать рекламу, а просто чтобы показать вот эту вот красоту, как бы, создаваемую. Вопрос в том, что вот сколько нужно шерсти примерно, чтобы создать, ну, вот эти вот все игрушки. О, на эти все очень много ходят, допустим. Ну, вот килов примерно. В килограммах сколько? Это 400 грамм шерсти. Из него можно сделать, ну, штуки 2-3, но это только внутренность. А снаружи это внутренность. Почему? Потому что у нее, это шерсть, как родочес называется, то есть она не чесана, она просто помытая. То есть она состриженная с овец и промытая. Давай сразу скажем, что за шерсть. Это шерсть вся овечья, то есть она не синтетическая. Нет, это не синтетика. Это овечья натуральная шерсть мерина. Обычно она не, именно этот тип шерсти, она не красится. То есть это натуральные цвета всегда. Красится уже ленты. Вот, допустим, лента, это уже другого вида шерсть. Она бывает овечьей или альпаки. Опять вот это альпака. И она уже красится, есть разные ленты, разной толщины, разных цветов. И это уже совсем другая шерсть, и она гораздо дороже стоит. Сначала внутрь идет более дешевая шерсть. Если надо совсем удешевить, можно напихать синтетики внутрь, а сверху уже этими лентами обработать. Но это будет не то совсем. Понятно, не для души как. Не для души. И получается, что из шерсти, вот допустим, кило шерсти, опять-таки, вот сколько этих игрушек можно из кило шерсти сделать? Вот, допустим, вот таких, рыжего кота. Ну, довольно много, да. Штуки 4-5. Штуки 4-5. Да. Но нужно же иметь массу цветов. Да, нужно цвета. То есть ты не можешь купить там 200 грамм той шерсти, тебе нужно как минимум кило купить. Одной, второй, третий. В итоге это раздувается в ценник очень приличный, как я понимаю. А сколько примерно стоит кило шерсти на ebay, например, в самых дешевых местах? Самое дешевое место я на данный момент нашла. Вот 400 по килограмму редко можно найти, и она очень дорогая. Здесь 400 грамм, она стоит 25 долларов. 25 долларов за 400. Плюс глаза, плюс... Плюс глаза, плюс проволока, плюс какие-то материалы для шитья. Плюс шарниры, плюс... Да, и это только шерсть, которая внутрь идет, а еще же цветная шерсть, которая сверху обрабатывается. Ну да, я же говорю, это нужно сразу целую палитру закупать, где будет там, допустим, 10 кило этой шерсти, и по разным, по разным цветам, при том, что они еще неравномерно расходуются. Ну да. И из остатков как раз я делаю таких феечек. Это феечка? А что-то она как-то странно выглядит. Она развернулась. Вот это остатки шерсти, куда уже вот маленькие кусочки, допустим, фиолетового цвета, некуда одевать. Или вот желтый. Желтый цвет, вот волосы я сделала. Это уже последний кусочек у меня был. Поэтому я отправила его на волосы. Понятно, еще и перья. Да, еще и перья. Так, а если взять, ну, например, вот эта зверушка смотрится довольно сложно. Сколько, например, времени на вот эту конкретно зверушку уходит? Это я делала недели две, наверное. То есть у нее тоже каркас, тоже проволока везде внутри. Глаза и зубы – это холодный фарфор. Плюс джинсовый пиджак. Недели две, да. Недели две, ну, это речь-то идет о двух неделях труда, можно сказать, такого. Интенсивного. Да, да, то есть это не просто так, там, на полчасика присел и потыкал. Что с руками после этого бывает? Руки болят, приходится отдыхать, иногда несколько дней давать отдых. Не знаю, как другие рукодельницы, у меня проблемы, у меня была операция. Ну, как раз по этому поводу, скорее всего, да. Из-за этого, да. Десять раз подумайте. И еще то, что у начинающих всегда проблема, они очень мало шерсти начинают использовать. Экономят. Ну, не экономят, а по незнанию, не знают, насколько плотной она должна быть. И получаются игрушки такие мягкие очень и плохо держат форму. Они практически разваливаются. И это неправильно. То есть здесь шерсти уходит довольно много на одну игрушку, чтобы она была очень плотная. То есть палец практически вот здесь, вот, допустим, вот, палец почти не продавливает его. Ну, да, она как камень, реально. Да, да, он очень плотный. Ну, и плюс это же экономит не только шерсть, но и усилия, как я понимаю. Это же надо очень много и тыкать иголкой. Да, а чтобы вот так уплотнить шерсть, надо много времени, да, и работы. Это моя первая, кстати, работа, одна из первых. И вот она как раз такая нежная, она разваливается, она очень мягкая. Вот она вот прям видно, что вот она сжимается очень легко. Не должно быть такого. Ну, это первые ошибки. Понятно. Ну, моя операторская работа здесь тоже может быть не высший класс, но ничего. Главное, что суть будет понятна. А из сложных, насколько я знаю, вот эта кошка, она довольно была сложная. Да, сложная. Давай посмотрим на нее. Вообще вот с такими скульптурами очень сложно работать. Иглы часто очень ломаются. Вот это все внутри полностью каркас сделан, спаян из нержавейки, а снаружи уже облеплено шерстью. И когда работаешь иглами, естественно, игла натыкается на металл внутри и часто ломается. Но в игрушке же нельзя оставить кусок иглы острый, правильно? Мало ли кто будет с ними играть. Даже если она просто будет стоять, я буду знать, что человек купил с куском иглы внутри. Это неправильно. Приходится делать операцию. Вынимать это все, разрезать, искать маленький этот осколок. Потом все заклеивать с шерстью обратно. Жуть. Да. А что в этой игрушке есть, вот конкретно здесь? Давай я чуть-чуть с другой стороны, чтобы свет лучше падал. У нее глаза сваровские, кристаллы сваровские. У нее австралийский опал, это настоящий камень. То есть настоящий камень, так? Да. У нее фэнтези-филм, так называемый, это фэнтези-пленка, заказанная из Америки, что ее вообще нигде невозможно купить. У меня тоже есть несколько разных цветов ее. И также клыки из холодного фарфора. А скелет? Скелет – нержавеющая сталь, спаянная на заказ, по моему эскизу. И, насколько я вижу, крашенная еще в темный цвет. Да. Он такая специальная. Это у меня была задумка, как марсианская кошка, то есть инопланетянка. Но это, насколько я знаю, самая дорогая вещь в коллекции. Да, она самая дорогая, потому что очень много на нее времени ушло. Я ее делала где-то полгода. И дорогие аксессуары. А сколько вообще стоит? Ну, понятно, это самая дорогая. Да. Это ценник какой у нее? 700 долларов. Ну, 700 долларов. Неплохо. Ну, в основном из-за глаз и опала. Если это выковырять, можно удешевить. То есть это 700 австралийских долларов, имеется в виду. Да, да, австралийские доллары. Они не такие дорогие, как евро и как американские, так что народ уже испугался. Но опять-таки мы вам не предлагаем это купить, мы вам просто показываем. И ради интереса еще говорим цены. А дешевые? Что из дешевых? Дешевые. И примерно цены какие? Где полегче работал, где нету проволоки и просто пластиковые глазки. Это вот такие. Мыша. Мыша, да. Это 20 долларов. Чисто на шерсти и глаза расход и все. Ну, насколько я знаю, здесь купить наборчик глазок, там небольшой, это от 5 до 25 долларов. Да. В магазинах. В австралийских в основном. В австралийских, да. Ну, на ebay в основном все это заказывается. Но стеклянные глаза, они очень дорогие, потому что стеклянные глаза всегда делаются вручную, мастерами. А, то есть вот это не пластиковые? Да, это не пластик, это стеклянные глазки. И вот это вот такие же стеклянные. Что на это влияет? Выразительность? Ну, выразительность, ну и приятно, это красиво, это тоже ручная работа. Это не пластиковые, которых тысячи везде продаются, а именно сделаны мастером. И вот сколько лет вообще ты это делаешь? И я к чему это спрашиваю? Вот сколько лет ты это делаешь, и сколько штук мы продали за всю историю? Лет 5, наверное, этим занимаюсь. Да, около 5 лет. Продала единицы. То есть штук 5, наверное. Да, я тоже думаю штук 5. И в итоге вот эта цена получается, иногда себестоимость больше. Ну да. Ну, то есть хороший такой бизнес. Ну, ну. Ну, все равно приятно, когда твое изделие покупают, и потом пишут отзывы хорошие, что человеку понравилось. Да, ну, потом, это же хобби больше даже. Ну да, это хобби. Потому что бизнес-то у нас есть, на чем зарабатывать. А я тут вижу розовый шкафчик. Чемоданчик, шкафчик, я не знаю. Он разложится, наверное, в шкафчик превратится. Да, он раскладывается там на все мои рабочие инструменты. Он вообще для косметики, конечно, предназначен. Ну, я его использую. Изначально как бы предназначен для косметики. Как раз здесь иглы. Вот сваровские еще кристаллы есть. Иглы рабочие. Маленькие даже стеклянные глазки. Вот такого размера. Тоже ручная работа. Ну, и тут вот раскладывается. Здесь у меня специально эти... Иглы очень острые. Они впиваются в пальцы. И так как они за зубрами, они влазят очень трудно из кожи. Поэтому я вот использую такие штуки. Вот он тоже уже подран. Это все иглами ободранное. Но прикол в том, что тут, когда тыкаешь, ты же тыкаешь с силой, а не просто так. Конечно. В итоге втыкается хорошо. Да. Что еще? Клей, чтобы все это клеить. Проволока. Плоскогубцы. Расческа. Расческой я как раз кусочки шерсти снимаю, распушиваю. И тогда, чтобы можно было уже с ней работать. То есть вот эту ленту, допустим, я ее не беру таким куском. А я вот расческой снимаю вот такие кусочки. И потом ими уже обрабатывается игрушка. Можно... Кстати, реснички я использую накладные человеческие. Причем еще с Кипра. Да, да, да. Суть этой надписи привезенные европейские, не хухры. Шило, чтобы вставлять. Ну, понятно, шило всегда, чтобы вставлять, да. Кстати, игрушки, у которых шевелятся ручки-ножки, есть также не проволочный, а как у этого козлика. У него нитяная стяжка внутри. У него тоже все шевелится. То есть он садится, ложится, там головой вертит. Но у него внутри специально натянуты нити. Это все делается большой толстой иглой. И специально там внутри идет нитяная стяжка. Жить какая. А насколько прочное все это? Ну, довольно прочное. Если интенсивно с ним не играть, а просто время от времени менять ему положение, то оно будет довольно долго сохраняться. Ну, то есть просто я смотрю вот клей, например, клей у меня вызывает такое чувство, что это все развалится. Клеем я приклеиваю только глазки. И глазки потом обрабатываются тоже часто шерстью, а не как бы внутри, получается. Ну, на самом деле, я не помню, чтобы хоть один глаз отвалился когда-то. Нет, никогда они не отваливаются. Тут еще свинья есть. Да. Это последняя работа к 19-му году, году свиньи. Ну, как я уже говорила, эти все игрушки сделаны в технике сухого валяния, но существует еще мокрое валяние. Это когда с теплой мыльной водой сваливаются какие-то изделия. Это я сделала шарики. Ну, я помню, ты кому-то даже делала сумку, по-моему, да, на подарок, целую сумку. Да, мокрое валяние, да, сделала целую сумку. Но это работа очень трудная и такая, не знаю, мне приятнее сухое валяние. Потому что там все мокрое, вот эта вода везде течет, это надо специально какое-то определенное место. И это валяется очень долго, интенсивно, вот как валенки. Валяли раньше. Это довольно сложная работа. Зато будешь накачанный. Да, зато будешь накачанный. Такие шарики на елку можно сделать очень просто. Бусины, нити и шерсть. Такой шарик валяется минут 15. То есть довольно быстро. В ныльной воде, да. Ну, с усилиями, естественно. С усилиями, да. И это что получается? Это получается Новый год игрушки, что ли? Ну да, это на Новый год, да. Это на елку, елочные украшения. Их можно украшать по-разному. Вот я один расшила бисером кисть. Такие тоже очень приятно на елку вешать. Я всегда люблю ручную работу тоже. Часто покупаю для своей елки. Да уж, это как я свои видео иногда смотрю. Да. Особенно про природу. Сижу, думаю, вот сделал, все, выставил, надо забыть. А потом захожу, начинаю смотреть и не могу оторваться иногда. Так, а еще я видел типа украшений каких-то были. Они у тебя здесь есть? Это тоже мокрое валяние, тоже на елку. Такие снеговики. Ну да. Как украшения. Просто такие, простенькие. Да, простенькие. А также мокрым валянием можно сделать бусы, серьги. Ну я не знаю, насколько любители найдутся этого, хотя вроде как народ. Ну это такие этнические уже украшения получаются. Для хиппи? Они с застежкой, да. Они с застежкой. Ну да. Тем более, что это все натуральное. Да, натуральное. Никакой китайщины, никакой синтетики. Да, но очень приятно. Они очень легкие. Серьги вообще получаются легчайшие, если кто-то не может тяжелое украшение носить. Вот есть. Вот я не могу, у меня даже дырок в ушах нет. Да уж. Ну тут много. И эти украшения можно делать разных цветов. Я сделала зеленые, красные, синие. Какие цвета шерсти были, из каких можно и делать. Ну это понятно, да. Ну это тоже все мокрое валяние. Один такой шарик валяется минут 10, наверное. Вот он должен быть такой плотненький, чтобы на нитке хорошо сидеть. Ну понятно. Что надо будет посмотреть еще на склад, мастерскую типа. Хотя ты основную часть, как я понимаю, делаешь здесь, перед телевизором. Телевизор большой. Пока смотрю какой-нибудь фильм или сериал. Смотришь, ухом смотришь. Ну да. Надо внимательно смотреть на свое изделие, потому что в основном страдают пальцы. Когда они глядят, тыкаешь. Вот и у нас, да. Тыкнусь себе в палец хорошо. Ладно, давай посмотрим сейчас на мастерскую. Да. На склады мастерскую. Ну под склады мастерскую выделена у нас целая комната. Это издержки. Профессия, что делать. Здесь очень много всего. Здесь довольно все разбросано, потому что мы недавно были на выставке рукоделия, как бы. Выставки такой, рынки. И вот она привозили. Ну, здесь масса еще игрушек фабричных. Это так просто для души. Ну, вот тоже кучка шерсти. Огромное количество всяких... Ну, полные ящики, вот эти полные сундуки, всяких тряпочек, из которых можно все это шить. Вот есть и бусинки, чего только нет. Ох, ох, вещь какая. Непередаваемое ощущение. Ну вот, наборы. Это все нужно, чтобы хоть что-то сделать. Машинку, насколько я помню, так мы и не использовали никогда. Вот упаковка тоже. И мотки, и чего здесь только нет. А там вот руб написано. Это что за руб? Это, по-моему, пакетик руб стоит от него, а не сама шерсть. Это не шерсть, это синтетика. Ну и что, она все равно не руб стоит. Нет, она не руб стоит. Сколько она в магазине синтетики? По-моему, 18 долларов мы видим. Да, пакет стоит. Да, пакет большой. Ну и здесь еще часть, ну тут, скажем так, вот шкафы еще. Много-много чего внутри. Да, тоже кисти, инструменты. И здесь есть еще изделия, которые ты не показала почему-то. Скрываешь? Да, я скрытная. Покажи их. Это я переделывала, старалась сделать из львенка непонятно что. Это у меня экспериментальный был. Так, подожди, ну так покажи экспериментальный. Ну, я хотела сделать мантикуру, то есть сделала игрушечного львенка электронного, старенького совсем. То есть это не сделано, это обои? Нет, он не сделан, но и у него сделаны когти, рожки и крылья. А, понятно. Но он еще не доделанный. Вот так и лежит пока. Ну, то есть это такое, не творчество, а больше... Это не творчество, а переделка. От нечего делать. Да. Конь в яблоко. Это японский олень. Конь. Выглядит он странно. Это из японской мифологии, да, по-японски он называется кирин. То есть это лесной дух в Японии. Он обычно являет, если кто-то его увидел в своей жизни хоть раз, то считай все. Ты в шоколаде, да. Понятно. У него тоже глаза Сваровские. У него вот это шелк. Это не шерсть, это шелк специальный. Такая вот. Тоже спаянный каркас на заказ. А эта штука что-то какая-то неустойчивая. Да, поэтому я его не... А, поэтому ты его скрыла. Да, я его скрыла. От публики. Но рог надо переделывать. Ну да, все же можно переделывать, да. Да. Это сложно, но можно. А там он еще что-то есть. Да, это лунный человечек тоже. Вот он тоже недоделанный немножко. Света подозрительного. Да. Ну он живет на Луне. У него тоже глаза Сваровские и крылышки такие же, как у кошки. То есть это еще больше проекты. Да, это вот такие проекты немножко недоделанные. А есть каркас недоделанный? Я видел, вернее, не каркас, а каркас чуть-чуть шерстью. Где-то я видел его белый. Да. Нет, нет, был большой. А, большой. Это ты из него коня сделала, что ли? Нет, а там еще лежит один. Это ящерицу проектировала ящерицу. Это проект ящерицы. Ну пока что, да. Пока что тоже так. Заготовка. Иногда бывает, что начинаешь какое-то изделие, но не идет, не идет, не видишь картинку в целом, а вот законченное изделие. Процесс творческий. А это вот что такое? А это Паддингтон. Это Мишка Паддингтон сделан был на заказ. А, то есть это заказ че-то? Да. Это чемоданчик у него тут открывается. У него тут варенье с сэндвичами. Сумас. Да. Но это сделано тоже полностью, да? Да, полностью сделано с нуля, да. Вот в шляпке все снимается, все одевается. Пальтишко я шила ниткой и иглой. Я машинки тоже как-то не очень люблю, хотя машинка есть. Не люблю. Следующий. Да, это дриада, тоже лесная нимфа, дриада. Она немножко неустойчивая, я не могу ей найти хорошую подставку. Она должна стоять, потому что у нее все тоже двигается полностью. У нее нитяная стяжка тоже. Вот поэтому. И у нее очень большие рога. Рога тоже сделаны из фарфора холодного, с проволокой. И нужна какая-то подставка. Понятно. Ну тут кот. Да. Ну а это, понятное дело, что это фабричное. Да, это фабричное. Это просто они здесь живут, скажем так. И вот тоже есть проект. Это должен был быть тоже мифический волк. Но вот он пока в таком состоянии. То есть из него пока можно сделать и волка, и козла, и кого угодно. Кого угодно, да. Пока что да. И вот она проволока. Ну здесь тонкая проволока, я смотрю. Да, здесь тонкая, это не спаянная, это я просто наплела сама. Понятно. Ясно, ясно. Ну вроде как мы все. Вроде бы да. Ну пошли туда, обратно вниз к коллекции. Да. Ну и понятно, что как и сдержки производства, вся комната завалена коробочками. И большими коробками для транспортировки. Мы изредка, изредка выезжаем на какие-нибудь выставки. Все это надо как-то упаковывать и с собой возить. Ну вроде бы мы объяли все объятное. Вроде да. На сегодня вроде как все-то, да. Надеюсь, что вам понравилось это. Да, если есть какие-то вопросы. Да, кстати, вопросы в комментариях пишите. Я дам ссылку на твой фейсбук, где есть это все. Ну вообще все ссылки дам, которые нужны. Если интересно, смотрите, спрашивайте. Советы бесплатные. Все бесплатно. Канал некоммерческий. Рекламу я отключил. Так что все нормально. Наслаждайтесь. Все. Спасибо за то, что были с нами. Подписывайтесь на канал. Не забывайте. У нас там много чего о природе. Мы постоянно ходим вместе, снимаем. Хотя тебя за кадром не видно. Иногда слышно. Иногда слышно. И ассистирует постоянно мне. Так что все. Ставьте лайки. Мы живем вашими лайками в основном. Все. Пока. Пока.